Канал Сказано приветствует вас! Сегодня мы зачитаем статью Ростислава Ищенко Россия прирастает силой Сибири Россия уверенно создает себе в Юго-Восточной Азии новый рынок, не уступающий по размерам европейскому, уходя от односторонней зависимости от поставок энергоносителей в ЕС. 2 декабря официально вступил в строй газопровод «Сила Сибири». Газпром полностью уложился в ранее обозначенные сроки. Предварительно в 2014 году планировалось, что газопровод будет запущен 1 декабря 2019 года. 38 миллиардов кубометров газа пойдут в Китай. Конечно, на фоне 55 миллиардов кубов пропускной способности только Северного потока-2, общих объемов поставок Газпрома на европейский рынок и потенциальной емкости китайского рынка 38 миллиардов кубометров в год не потрясают воображение. Но надо иметь в виду, что еще в 2014 году находилось огромное количество скептиков, в принципе сомневающихся в том, что газопровод будет построен. Некоторые «специалисты» в кавычках вовсе называли это строительство авантюрой, упирая на то, что рынки Юго-Восточной Азии давно и прочно завоеваны поставщиками сжиженного газа из Катара, а трубопроводный газ Китай получает из Средней Азии. Мол, России там делать нечего, рынок занят. Тем не менее, российский газ на китайский рынок пошел. Если учитывать практику прокладки «Газпромом» вторых и третьих веток газопроводов, не будет ничего удивительного, если через несколько лет Россия будет поставлять на китайский рынок уже 80-100 миллиардов кубов только трубопроводного газа. При этом надо иметь в виду, что только крупных, не считая малотоннажных, СПГ, производств сжиженного газа работает три. Сахалин-2, Ямал-СПГ и первая очередь Криогаз-Высоцк с совокупной мощностью 27,36 миллиона тонн, что примерно соответствует более чем 35 миллиардам кубометров трубопроводного газа. Поскольку сжиженный газ можно вести на газовозах в любом направлении, возможности поставок российского газа на рынки Юго-Восточной Азии уже достигли 75-80 миллиардов кубометров. В 2020 году в строй должны вступить Балтийский СПГ и Владивосток СПГ по 10 миллион тонн каждый, с возможностью расширения последнего до 15 миллион тонн, а также вторая очередь Криогаз-Высоцк, которая должна дополнительно дать еще около миллиона тонн. Вместе это эквивалент 30-35 миллиардов кубометров трубопроводного газа. Наконец, в 2022 году должен войти в строй Арктика СПГ-2 – 18 миллион тонн, а в 2024 году Дальневосточный СПГ – 5 миллион тонн. В сумме 23 миллиона тонн или эквивалент 30 миллиардов кубометров трубопроводного газа. То есть, без учета малотоннажных мощностей и проектов вроде Печора-СПГ и Тереберка, судьба которых пока не ясна, маневренные мощности России к 2025 году должны составить эквивалент 150 миллиардов кубометров трубопроводного газа, а к 2030 году реально выйти на 200 миллиардов кубометров. Понятно, что европейский рынок все это не проглотит, банально не хватит мощностей терминалов по регазификации. Да и Европа предпочитает трубопроводный газ – более надежные и дешевые поставки. То есть, до трех четвертей мощностей СПГ будут ориентированы на иные неевропейские рынки. В первую очередь, это рынки Юго-Восточной Азии. Среди них наиболее перспективные – японский и китайский. Потребность в газе огромна, а доставка из России дешевле, чем откуда бы то ни было еще. При этом надо иметь в виду, что поскольку эти страны традиционно завозили именно СПГ, то они обладают достаточными мощностями терминалов по регазификации. Кроме того, в отличие от Европы, планирующей переходить на возобновляемые источники энергии, азиаты не морочат себе голову глупостями и используют для повышения конкурентноспособности своих экономик более дешевые энергоносители. Соответственно, в ближайшие годы планируется рост потребления, достаточный для того, чтобы востребованным оказался не только российский трубопроводный газ, но и российский СПГ. В реальности в 2030-2035 году поставки газа в Европу и в Азию могут быть уравновешены. И ведь газ – это далеко не все. В конце ноября текущего года «Транснефть» сообщила о выведении на максимальную мощность системы транспортировки нефти Восточная Сибирь-Тихий океан – ВСТО. Мощность ВСТО-1 – 80 миллионов тонн. Мощность ВСТО-2 – 50 миллионов тонн. Причем это не только нефтепроводы в Китай и к нашим дальневосточным портам, но и как минимум пять крупных НПЗ. Четыре уже построено на пространстве от Верховий Енисея до Тихого океана. Кстати, аналогичным образом и по пути следования газопроводов строятся газоперерабатывающие заводы, например, Амурский ГПЗ в комплекте с той же силой Сибири. Да и в принципе мощности ГПЗ за Уралом постоянно наращиваются. Почему это важно? Понятно, что традиционные критики страны-бензоколонки заявят, что все равно кому продавать сырье – Китаю или Европе. На самом деле не все равно. Точно так же, как покупатель не хочет зависеть от монопольного продавца – поставщика, и поставщику невыгодно зависеть от монопольного покупателя. Ведь попытка США прорваться со своим газом на европейский рынок и потеснить Газпром была не так уж глупа. Конечно, американский СПГ был раза в полтора дороже российского трубопроводного газа, но он был ему альтернативой. Как альтернативой был бы и Катарский газ, если бы США, Саудовской Аравии и их союзникам удалось свергнуть Асада и проложить газопровод через Сирию к Средиземному морю для поставок газа в Европу. В то же время США пытались с помощью Украины и Польши поставить под сомнение способность Газпрома выполнить свои обязательства по поставкам, а заодно стимулировали европейцев, опираясь на возможности альтернативных поставок, добиваться от Газпрома снижения цен по уже действующим контрактам. В конечном итоге Европа должна была компенсировать себе переплату за американский газ снижением контрактных цен на российский и остаться при своих. Газпром должен был потерять изрядную долю европейского рынка, а значит и существенные доходы. Российский бюджет недополучил бы налоги, а США на всем этом неплохо бы заработали, продавая свой газ еще и поддержали бы умирающих сланцевых производителей. Весь проект раздевания Газпрома и российского бюджета базировался на двух точках опоры. Отсутствие у России своих мощностей СПГ, зависимость Газпрома от европейского рынка. Отказ Европы от закупки существенных объемов российского газа немедленно вел к кризису Газпрома, у которого не было альтернативного крупного покупателя, и не было возможности маневра крупными объемами газа на мировом рынке. Его газ шел только по трубам, а трубы вели только в ЕС. Но уже в 2009 году заработал СПГ «Сахалин-2». Мощность 10 миллион тонн, эквивалент 14 миллиардов кубометров трубопроводного газа. Это, конечно, не решало для Газпрома проблему маневра ресурсами, но намечало путь ее решения. Примерно тогда же начались и трудные переговоры с китайцами и японцами о прокладке к ним российских газопроводов. К настоящему моменту Россия способна поставлять в ЕС не только трубопроводный газ, но и СПГ. Причем российский СПГ дешевле американского, а европейские терминалы не резиновые. Более того, Россия уверенно создает себе в Юго-Восточной Азии новый рынок, не уступающий по размерам европейскому, уходя от односторонней зависимости от поставок энергоносителей в ЕС. Одновременно идут два процесса. Растет зависимость Европы от поставок газа. Снижается зависимость России от европейского рынка газа. ЕС больше не является эксклюзивным потребителем. Теперь, даже если ЕС сойдет с ума и полностью перейдет на солнечные батареи и ветряки, российские газовые и нефтяные компании без рынка сбыта не останутся. Скорее придется потесниться, потеряв долю рынка американцам и их союзникам. Ну и, наконец, строительство НПЗ и ГПЗ вдоль трасс новых газопроводов и нефтепроводов позволяет России поставлять на внешний рынок не только и не столько сырье, сколько продукты переработки нефти и газа. Страна не только зарабатывает дополнительные деньги, продавая товары с более высокой добавленной стоимостью, но и еще создает новые рабочие места. Причем создаются эти рабочие места в проблемных с точки зрения демографии регионах в Сибири и на Дальнем Востоке, поскольку создаются условия для прекращения оттока людей из азиатской части России и возобновления роста населения России за Уралом. Да и верфи вроде звезды в Большом Камне строятся не просто так. Их продукция – те же газовозы и танкеры. Афромакс уже имеет рынок сбыта в России. А чтобы выйти на мировой рынок и удачно конкурировать там с признанными производителями, надо иметь базу у себя в стране. В целом, в ходе противостояния попыткам США разорвать экономическое сотрудничество России с ЕС, Москва, во-первых, усилила зависимость Европы от российских энергоносителей, во-вторых, резко снизила свою зависимость от европейского рынка сбыта, и, наконец, в-третьих, создала то, чего не было в СССР – целые новые отрасли промышленности, начиная от СПГ газа и нефтепереработки и заканчивая судостроением, афромаксов и газовозов. В-четвертых, создала промышленную и инфраструктурную базу для повторного освоения Крайнего Севера и Дальнего Востока. Все это за 10 лет. И это только начало. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, оставьте свое мнение в комментариях, поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok